Вас приветствует вечерний Политпросвет. Все ближе и ближе день 8 сентября, а это не только конец лета и неделя после Дня знаний, это еще и день выборов в Московскую городскую думу. Как результат, ширится волна протестов. У нас так всегда. Чем ближе к выборам, тем больше протестов. Ну, вы все знаете эту историю. Часть кандидатов в Мосгордуму не зарегистрировали в Центр избиркоме из-за нарушения протокола сбора подписей. Теперь люди недовольны и протестуют. Об этом было говорено очень много раз, поэтому подробности я пересказывать не буду. А вот на некоторых моментах о сути этого процесса необходимо остановиться. И вот на каких. Во-первых, протесты – это всегда против чего-то. Я сейчас не готов обсуждать тему, правильно не зарегистрировали оппозиционных кандидатов, неправильно их не зарегистрировали. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что в родной стране, посмотрите вокруг, мягко говоря, есть против чего протестовать. И вот этот вброс или не вброс, или реально неправильная регистрация кандидатов – это всего лишь еще одна крупинка на весы протестного настроения. Ну, потому что у нас вот только что прошли президентские выборы, вот мы глазом не успели моргнуть, и сразу же все обещания президента оказались нарушены. Наш ВВП, насколько было запланировано, не вырос. Пенсионный возраст, который обещали не трогать, вроде как повысили налоги, повысили санкции, которые на нас вообще никак не действуют. Оказывается, на нас действуют. Ну, и дальше как снежный ком понеслось, и в конце концов мешалась природа. А именно, затопили Иркутскую область при помощи незапланированных дождей, хреново построенных дамб. Теперь горит лес в Сибири, особенно сильно пострадали Красноярская область и Иркутская область, Красноярский край и Иркутская область. Одновременно власти у нас пытаются построить мусорные свалки, причем именно не полигоны по переработке, а тупые свалки где-нибудь подальше от Москвы. И вот все это скапливается вместе, после чего происходит, например, что-нибудь наподобие ареста журналиста Ивана Голунова, из-за чего поднимается дикий вой. Или факт недопуска оппозиционных кандидатов на выборы. И вой поднимается с еще более страшной силой. Так вот ответьте мне, в этом виноваты проплаченные госдепом протестанты, протестующие против якобы имевших место нарушений или реально имевших место нарушений. Я сейчас повторюсь, не буду на этом останавливаться. Нет, конечно. Самый главный спонсор протестного потенциала в стране – это всегда власть в стране. А мы сейчас вспомним, что такое власть и что такое государство. Государство – это инструмент насилия в руках правящего класса. Соответственно, власть осуществляют представители этого самого правящего класса. Закон – это воля господствующего класса, возведенная в ранг обязательного. Конечно, совсем без закона плохо. И лучшее наличие закона, чем полное его отсутствие. И вот, что мы видим. С одной стороны, есть более-менее законная власть, другой у нас нет. С другой стороны, с противоположенной – протестующие люди, которые недовольны не только нарушениями якобы имевшего места при регистрации кандидатов, но и вообще ситуации в стране. Потому что в стране ситуация нездоровая, нехорошая ситуация. Людей легко раскачать. Вот такие у нас две стороны имеют место в этом конфликте. И с одной стороны, вот с той самой, с властной, что делает власть, чтобы эти протестные настроения погасить. Ответ – она не делает буквально ничего. Нет, конечно, какие-то косметические изменения, некие ладки на тело государства накладываются. И это хорошо. Мы не можем быть недовольными позитивными изменениями, которые имеют место. Любыми, даже самыми маленькими. Но достаточно ли их? Однозначно нет. Налоги повысили – повысили. Понижать их никто не собирается. Лес горит – горит. И его, прямо скажем, не шибко тушат. После чего, между прочим, люди ответственные, заявляют, что база самолётов находится в 500 километрах, например, от точки горения в Иркутской области. И гонять туда-сюда Ил-76 – это очень накладно. Мы так разоримся. Это цитата. Пенсионный возраст повысили – повысили. Понижать его хотя бы до советского уровня никто не собирается. То есть, власть сама выпихивает людей на улицы, чтобы они протестовали. Люди у нас пока ещё не понимают, что этот протест практически бесполезен в таком виде. Вот вы меня сразу спросите, что неужели ничего не делать и не ходить на митинги? На этот вопрос я отвечу чуть-чуть позже. А вот сейчас нужно поговорить о другой стороне, о самих протестующих. Но ведь они тоже являются одной из частей диалектической пары, которые осуществляют единство и борьбу противоположностей. Единство, заметьте, потому что это люди, которые выпихнуты на улицу властью. А значит, они и деталь одного и того же процесса. Конечно, среди них есть всякие. Прямо скажем, персонажи. Есть люди, просто недовольные существующим положением вещей и не видящие иных средств, кроме как заявить своё недовольство публично. А есть те, которые эти митинги организовывают. Вот посмотрите на гражданина Навального, который получил очередные 30 суток за организацию несанкционированного митинга в Москве. Вот как вы думаете, Лёша Навальный это случайный человек? Или всё-таки он имеет некое отношение к той самой власти. Заметьте, не к президенту Путину. Это всего лишь маска говорящая. А к власти. То есть, к правящему классу. То есть, к буржуазии, да самое непосредственное. И когда он или ему подобные выгоняют вас на улице под самыми благовидными предлогами, задумайтесь, ради чего вы выходите на улицу. Ради того, чтобы поменять условного президента Путина на условного президента Навального? Скажите, а оно того стоит вообще? Вот полиция вывешивает предупреждение. Не стоит ходить на несанкционированный митинг, потому что вашу безопасность в таком случае гарантировать мы не можем. А вы такой молодой и горячий и яростный, говорите, а я всё равно пойду. После чего получаете дубинкой по голове, кидаете мусорной урной в полицейского и садитесь на реальный уголовный срок, который вам потом в личное дело записывают до конца жизни? И вот вам, скажем, 20 лет, и вся жизнь впереди, и у вас уже есть судимость. Ради чего вы её получили? Ради того, чтобы посадить в кресло не Путина? А вы уверены, что следующий, точно такой же представитель класса буржуазии будет лучше? Его приземление на железный трон стоит вашей испорченной жизни? Вот такой простой вопрос. Мне кажется, нет, потому что лучше не будет, потому что та клика, которая к власти сейчас рвётся, а может быть не клика, а клики, они отличаются от той клики, высшим выразителем которой является президент Путин, только одним. Клика Путина уже у кормушки, и ей удобно делать бизнес. А клика, которая рвётся к власти, ещё не у власти, ещё не у кормушки. И от этого бизнес ей делать неудобно. Но как только эта клика сядет на железный трон, я вас уверяю, бизнес она будет делать точно так же, как и те, кто привёл к власти Путина. У нас бизнес. Большую коммерцию в стране по-другому делать просто невозможно. Скажите, пожалуйста, от того, что у нас Навальный, например, или Вася Петров сядет на президентское кресло и принесёт присягу на Конституции. Те тысячи заводов, которые были уничтожены, сразу восстановятся. У нас приватизация прекратится. Вы скажете, а вот мы сейчас основные отрасли национализируем. Очнитесь. Коммерция, большая коммерция. Где-то в 1890-х годах. В конце 19-го, теперь уже позапрошлого века сделала гениальное открытие. Не нужно приватизировать предприятие. Нужно приватизировать государство. А когда государство приватизировано, любая национализация будет всё той же приватизацией, только плановой, централизованной и максимально эффективной. Вы это имейте в виду, когда идёте голосовать за не Путина. Всегда узнавайте, за что конкретно вы голосуете, а не против кого. Соответственно, на митинг нужно идти только с позитивной программой. Позитивная программа не заключается в смене одной говорящей головы на другую говорящую голову. И вот теперь возвращаемся к предыдущему вопросу. А что же делать? Нужно ли ходить на митинги? Товарищи, на митинге можно ходить и нужно ходить только в одном случае. Если организовываете их вы, вы за них отвечаете до последнего слова, которое там будет произнесено. Но это метод всего лишь вспомогательный. Есть более действенный метод, который конкретно в данный момент стоит на повестке дня. И вот им-то конкретно нужно заниматься очень серьёзно. Пример. 24 июля всего года в городе Казани, Республика Татарстан, были приостановлены работы всех наличных башенных кранов. Их там около 250. Во-первых, и самое главное, из-за забастовки машинистов башенных кранов, которые объединены в профсоюз. Ну, благо это сделать не так сложно. 250 башенных кранов, что-то, наверное, около 200 крановщиков, их легко организовать. Так вот, эти люди оказались настолько недовольны существующим положением дел, что нашли силы соорганизоваться. Почему они недовольны? Извольте видеть. Машинист башенного крана, между прочим, человек с огромной ответственностью и очень неслабой квалификацией получает в Казани около 200 рублей в час. При рабочем дне в 12 часов это составляет 2400 рублей. При 24 рабочих днях в неделю, сами посчитайте, сколько это получится, и потом ответьте мне, стоит ли такая квалификация и такая бешеная ответственность подобных денег. Конечно нет, поэтому наличие такой забастовки вполне ожидаемо, совершенно оправдано, и вот конкретно её-то мы приветствуем. Вот представитель профсоюза МПРА, крановщик Юрий Шарипов об этом рассказывает в интервью, ссылку на которую я подвешу. Прочитайте, это очень интересно. Кроме недовольства состоянием зарплат, крановщики недовольны состоянием вверенной им матчасти, а конкретно башенных кранов. Вы когда по улицам ходите, наверное, видите иногда эти впечатляющие сооружения. Вот там наверху сидит человек, который, во-первых, отвечает за целостность всей машины, а во-вторых, неплохо так рискует жизнью, потому что эти краны не ремонтируются, эти краны используются не по ГОСТам, и эти краны, в конце концов, легко могут упасть. Вполне возможно, унеся жизнь самого машиниста и кое-кого, кто будет проходить мимо. Между прочим, подобное происшествие в Казани и произошло. Слава богу, по крайней мере, то, что я знаю, пока однократно. Вот крановщики не работают уже больше двух недель, и вы представляете, к ним вынуждены прислушиваться. Хотя, конечно, работодатели применили давным-давно пережёванную, отработанную методику, а именно наняли штрейхбрейхеров. То есть, людей, которые готовы работать за гроши, потому что у них нет выбора. Квалификация подобных людей зачастую оставляет желать лучшего. Например, посадили командировочного парня в Казани из Нижнего Новгорода, которому был 20 лет, который вообще был не обучен работе на такой серьёзной машине, и который учился этому в течение двух часов на некой летучке, на неком инструктаже. Ну, как результат, человека стрелой смахнули с этажа. В общем, вполне запланированный, закономерный и ожидаемый результат. Слава богу, что всего лишь одного человека. Но, тем не менее, ситуацию люди переламывают. Ситуацию люди хотя бы пытаются переломить, потому что до победы ещё очень далеко. Кстати, поддержите их по хэштегу СтопКран. Стоп и Кран с большой буквы. Почему мы поддерживаем конкретное мероприятие? Конкретную инициативу? Да просто по одной причине. Потому что так называемый работодатель, а на самом деле работовзятель, это капиталист. Тот самый представитель правящего класса, с которым сейчас, с одной стороны, борются на митингах в Москве, а с другой стороны, при помощи забастовки в Казани. Как вы думаете, от того, что кто-то с плакатами будет бегать перед мэрией, это как-нибудь вообще всколыхнёт сознание, сознательность, совесть представителей правящего класса? Давайте дадим себе честный ответ. Скорее всего, не всколыхнёт. В лучшем случае, оно может только развлечь. Ну, а то смотрите как. Эти кидают в милицию урнами, кричат. Мусора позор России. А этот самый позор России метелит их резиновыми дубинками, винтит и кидает в автозаки. Потом это можно посмотреть на ютубчике. И вообще, замечательная движуха. А вот наши друзья-короновщики из Казани бьют работа взятеля в единственное его уязвимое и очень больное место. В кошелёк. С одной стороны, призывая к себе прислушаться, потому что, вы знаете, когда речь о деньгах, капиталист прислушивается всегда. Ну, или, по крайней мере, с большой долей вероятности, или какой он капиталист. При этом, крановщики пытаются улучшить вполне реальное, собственное благосостояние. Уменьшить норму эксплуатации. То есть, уровень отъёма прибавочной стоимости. Если вы не знаете, что это такое, почитайте капитал Маркса, там всё разжёвано. И, в-третьих, крановщики показывают нам пример, как нужно организовываться для серьёзного настоящего отпора. Серьёзный настоящий отпор, товарищи, начинается не с того, что кто-то кого-то выберет или не выберет очередной говорящей головой в какую-то городскую думу. Вы потом их даже отозвать не сможете после этого. Когда они воровать начнут, а они начнут. Борьба начинается с борьбы за свою зарплату и за свои условия труда. Это то, с чем вы живёте каждый день. Это то, с чего нужно начинать. Вот в этой борьбе, во-первых, обретёте вы право своё. А во-вторых, научитесь организовываться не в толпу, а в боевую организацию, которая сможет отстоять свои права. Как в суде, так и не дай бог, если власть упадёт и не будет новой. Так и на улице. Именно так организовывалась новая советская власть к 1917 году. Только в организации рабочих, на рабочих местах, профсоюзов, соединения профсоюзов, организации забастовок и стачек. Сейчас не время митингов, сейчас время серьёзной работы. С вами был вечерний Политпросвет. Всем пока.